От кого-то остались одни внутренности. Теперь он пища для вершины пищеварительной цепочки. Не человека, собаки. Человек принес мясо для корма бездомному выводку за забором заброшенной стройки на Комсомольской. Эти пока еще знают вкус крови принесенного мяса. Недавно в заводском на Васильковской было нападение на человека. Вот теплотрасса. Многочисленный выводок ждет очередную порцию пищи. Взрослые особи бродят где-то рядом. Местные обходят их стороной. Я туда даже не хожу. Боитесь? Да нет, гавкает там, я слышу ее. Я туда и не иду. Своей собачкой. Как все? Разворачиваемся. То есть вот так вот спасаетесь? Ну да, мог бы покусать. У нас здесь всегда, ну здесь всю жизнь были собаки. Гражи, трубы. Но одна агрессивная. Одна очень агрессивная. Ну, белая она. Она белая. Вот она идет. Вот она идет. Вот видите, она начинает лаять. Остальные подбегают, но она из-под тяжка может укусить. Между нападениями на людей у них неплохое пищевое довольствие. Сегодня в меню собачьего уличного ресторана печенка. Руку кормящего они не кусают. Никого здесь не кусали. Я видел, кого покусали, кто это жалобу. Пьяница шел. Пьяный шел и ногами, и сумкой бил их. Вон они две. Ласкаются к ним. Вы зачем по собакам стреляли? Вы стреляли по собакам. Я видела с лоджией. Накал собачьих страстей на Пензенской. Женщина преследует неизвестного мужчину. После этой ситуации она просит не показывать своего лица. Услышала выстрелы и выбежала на защиту дворовых собак. Дала показания полиции и рассказала обо всем в интернете. Теперь на нее саму началась травля. Знаете, тогда стало реально страшно. Вот такие фразы, что надо было и ее добить следом, и дайте мне ее адрес. Там полностью фигурирует мое имя, фамилия. Дайте мне ее адрес, мы приедем с ней разберемся, мы приедем с ней поговорим. И вот через комментарий вот это надо было ее тоже добить. И мужик молодец, и сделал все правильно. Она помешала ему делать свою работу. Это было практически во всех комментариях, во всех социальных сетях. Буквально в это же время пресс-служба мэрии распространила комментарий Михаила Исаева. Городоначальник объяснил, что контракт на отлов и содержание собак закончился в прошлом году. Новый еще не заключили. Как говорят в управлении ветеринарии правительства Саратовской области, если эту работу начать вести систематически, то популяция снизится не раньше, чем через пять лет. А все необходимые процедуры для начала работы по заключению контрактов были проведены еще в конце прошлого года. Мы в течение сентября месяца собираем со всех муниципальных районов прогнозную численность животных, которые будут подлежать отлову в следующем году. Далее в соответствии с законодательством производится расчет нормативных затрат. Затем выделяется субвенция. Лимиты были нами до всех муниципальных районов области, в том числе города Саратова и города Энгельса, доведены в конце декабря, в 20-х числах декабря 2020 года. То есть все лимиты получили свои. Общий объем собак, которые будут подлежать отлову в 2021 году, это 1340 голов. И объем финансирования общий порядка 7,5 миллионов. Отвечает за отлов и содержание бродячих собак предприятие «Дорстрой», ставшее героем репортажей федеральных каналов после коррупционного скандала и уголовного дела, заработанного все на том же поприще – собаках. Новый руководитель Юлия Иванова уходит от общения. – Алло, Юлия Игоревна? – Да. – Вам удобно сейчас? – Нет, мне сейчас неудобно на сегодняшний день. – Через сколько перезвоните? – Но если большинство нападений произошло на окраине, то сейчас много собак можно встретить и в центре города. Вот они отдыхают на углу бывшего Волжского дома быта. Здесь им организовано спальное место. Вот целая стая бежит по тропинке на противоположной стороне улицы. Еще несколько штук ждут на автобусной остановке Ильинская площадь. У всех своя посуда и даже клички. – Независимо от того, центр города или окраина, рано или поздно люди начинают подкармливать этих собак и даже давать им клички. А дальше взаимоотношения похожи на хозяина и домашнюю собаку, которая в любой ситуации, скорее всего, встанет на его защиту и будет проявлять агрессию. Собачий вопрос поднимался и в областной думе. Депутат Александр Нараевский высказывается в сторону непопулярных мер, хотя по закону они запрещены. Если мы даже будем теми методами, которыми они предлагают стерилизовать, мы не уменьшим число все равно. Их будет только больше и больше. Мы можем строить приюты для животных. Я не спорю, это нужная вещь, но надо ко всему подходить разумно. То есть мы построили приют, мы туда какое-то количество собак отнесли. Но вот это поголовье огромное надо все равно сокращать. И вынуждены мы будем тоже, скорее всего, усыплять частично поголовье этих собак. Либо мы получим ситуацию с бешенством или с какой-то еще проблемой. Мы столкнемся, потому что вот этот чрезмерный рост вот этих бездомных собак, которые невозможно остановить, его просто никто не останавливает, никто не занимается. Как становится известно, муниципальная власть все же заключила контракт на отлов и содержание собак. Но пока результата не видно, и Саратов вновь становится героем федеральных новостей. Почти полторы тысячи бездомных собак намерены отловить в Саратовской области после нового случая нападения на людей. Среди пострадавших 9-летний мальчик и девушка, которую даже пришлось госпитализировать. Сюжет наших коллег посвящен ситуации в других городах России. Она примерно схожа с нами. Нападение и увеличение поголовья. В сети можно найти видео из Мурманска. Там из-за проблем с оборудованием на морозе собак отлавливают руками. Она всю руку уже разгрызла! Ах ты! Все, ей пасть зажал, стачки носите. Сташка, полосы? Ай, блядь! Тихо! Да морда у меня вот, рука у нее в морде моя. Дай, чтобы лапу не шевелило заднюю. Давай, заднюю лапу держи. Стоящие на стороне собак считают, что привлекать дохантеров не потребуется, если нормально будет работать вся система. Мы много не просим. Мы просим приют и мы просим закон. Закон для тех, кто плодит полупороду, кто действительно не плодит чистокровных собак. Эти не дают пройти в сторону участка на Азинах, как будто заранее занимают места в очереди. Там строится большой приют. В нем предусмотрены отдельные вольеры и специальный комплекс для работы с будущими постояльцами собачьего отеля. Судя по состоянию, объект уже совсем скоро может быть сдан. А пока ведутся работы, у собак с Комсомольской сейчас ужин. Макароны.